Привет, друзья! Сегодня на примере iBox Alert я расскажу, как правильно настроить радар-детектор. Итак, вы купили устройство от компании iBox и хотите его корректно настроить, чтобы комфортно ездить по городу и по трассе соответственно. И первое, что я вам рекомендую сделать, это добраться до самого низа коробочки и достать такой листок с цифровой гарантией iBox. В общем, там все подробно написано, что нужно сделать. Сканируйте QR-код, заносите устройство в базу iBox и получайте цифровую гарантию. Тем самым вам не нужно будет хранить ни чеки, вам не нужно будет заморачиваться о комплектации, так сказать, устройства. Вам просто нужно будет забить туда e-mail и iBox вам даст расширенную цифровую гарантию на свое устройство. Мало того, что это удобно, так еще и гарантия расширится, как я и сказал, и для радар-детекторов будет плюс один год после регистрации. Делается в пару кликов, штука действительно полезная, бесплатная и удобная, поэтому крайне рекомендую. Итак, цифровую гарантию мы активировали, что делать дальше? А дальше мы распаковываем, достаем прибор и начинаем его корректно настраивать. И как это сделать, сейчас я вам расскажу. Вот так выглядит у нас Alert. Это как бы видеорегистратор, просто у него нет объектива и он ничего не снимает. При этом у модели достаточно большой IPS-дисплей по сравнению с обычными видеорегистраторами, где дисплей в виде полосочки. Как мы видим, еще здесь патч-антенна с двумя лазерными приемниками, охлаждение. В общем, все красиво и нам в этом необходимо разобраться. Итак, устройство выключили. Давайте разберемся, что у нас показано на экране. Конечно же, первое. Это текущее время. Оно определяется по GPS. Громкость устройства. Включена или выключена радарная часть. Почему она сейчас выключена, расскажу чуть позже. Ловит или не ловит GPS, наш регион и режим работы самого радар-детектора. Итак, первое, о чем бы мне хотелось с вами поговорить, так это о версии ПО. Я крайне рекомендую обновлять устройство до самой последней версии. Как это делать? Здесь мы видим текущую версию. После того, как мы посмотрели какая-то версия, я рекомендую зайти на сайт компании и посмотреть, какая прошивка вышла последней. И обязательно поставить обновление. Сделать это можно несколькими способами. Первый способ, это, конечно, сделать по кабелю, который есть в комплекте. Выглядит он примерно так. Обычный мини-USB. Подсоединяйте устройство к компьютеру. Следуйте инструкции, скачивайте и никаких проблем. У вас самая свежая прошивка. Если вы не поймете, как скачивать, можете писать комментарии, я объясню подробнее. Либо выпущу отдельное видео. Но именно если брать alert, у него гораздо есть интереснее функция. Это вот такой дополнительный кабель, который называется iBox Cloud Core. Кстати, как вы слышали, GPS-система стала активна. И значок GPS-системы загорелся зеленым светом. Это говорит о том, что GPS у нас заработал. При холодном старте это происходит чуть дольше. А когда вы заглушили и заново завели, GPS-система почти моментально определяется и начинает работать. Если вы с утра завели, чуть подольше. Имейте в виду. Ну ладно. Что у нас это за кабель? По факту, это обычный кабель питания. Просто выглядит немного по-другому. Вот такой у него форм-фактор. И сюда вы можете вставить сим-карту. Точнее, не можете, а должны это сделать. Покупайте сим-карту самым выгодным тарифом для скачивания прошивки. И когда вы подсоедините устройство через этот кабель, устройство будет в автоматическом режиме обновляться. То есть, ваше вообще какое-то участие не нужно. Каждое утро у вас устройство будет делать запрос на серверы, проверяет, есть ли новая прошивка. И в автоматическом режиме устанавливать, обновлять прошивку, обновлять базу камер и так далее. Штука действительно удобная и не надо будет заморачиваться вообще. Но тут кому что удобнее. Кто-то может не лениться и с магнитным креплением быстро отстегнуть, домой его принести. Ну, а кому-то не захочется так делать. Он готов платить небольшую ваненскую плату за сим-карту и обновляться в автоматическом режиме. Также, кстати, прикольная фишка этого кабеля. Если вы ведете вот этот e-mail в специальное поле на официальном сайте, вы сможете полностью отслеживать маршрут. Если вы сдаете, например, автомобиль в аренду, в такси или куда-либо еще, или просто хотите посмотреть, куда вас жена ездила, или где вы сами с какой скоростью ездили, вы забиваете e-mail, входите на сайт и смотрите, где вы находились в то или иное время и с какой скоростью ехали и в каком месте были. Это бесплатно, это удобно и прикольно. Итак, вторая фишка, с которой я рекомендую начать, это функция переворота экрана. Потому что вам нужно его сначала установить, чтобы настроить, а как установить, вы должны решить. В настройках находите переворот экрана, и вы можете выбрать включено или выключен. Если вы включаете, экран переворачивается. Ну, собственно, логично. И тем самым вы можете без проблем установить это устройство, например, на панель. Если вы боитесь нового закона о штрафах за видеорегистраторы. Технически страшного в этом ничего нету, и вряд ли вас кто-то оштрафует. Но все же ребята из iBox сделали это почти на всех устройствах, функцию возможным. Просто включаете или выключаете, и решаете, как будет установлено устройство. Кому-то удобно на панели, кому-то удобно именно на стекло повесить. Тут, конечно, как вам удобнее. Если это радар-детектор, то вполне можно прикрепить на панель, потому что съемка не производится. И это действительно удобно и не вызовет лишних вопросов у сотрудников. Итак, экран мы перевернули. Часовой пояс настроили. Что такое куранты? Куранты – это автоматическое напоминание о времени, которое есть каждый час. Например, если у вас будет час дня устройства, напомнит, что сейчас 13.00. Если у вас 2 часа дня, что 14.00. Каждый час будет напоминание. Кому нужно, включайте. Мне не нужно, я не использую. Авторотключение экрана, по-моему, пункт понятный. Объяснять его смысла нет. Я для обзора сделаю выключенным. Тут, как вам хочется. Если вы не хотите, чтобы он вас напрягал, ставьте, например, 30 секунд. Оптимальный выбор. Проблем никаких. Едем дальше. Следом – это заставка. В заставке вы можете выбрать либо спидометр, либо черный экран. Ну, спидометр в любом случае это информативней, красивее и прикольно. Причем спидометр выглядит эстетично. Не режет глаз ни днем, ни ночью. Я уже неоднократно тестировал аверт. Поэтому рекомендую поставить в заставку спидометр и видеть вашу текущую скорость. Следом, напоминание о ремнях безопасности. Говорить смысла нет. В общем, завелись. Устройство напомнит, что вам нужно пристегнуться. Хотя современные машины сейчас это так же делают. База камер устарела. Вот этот пункт я рекомендую включать. И как только база камер будет устаревать, устройство напомнит это вам и проблем никаких не будет. В общем, ну, очевидная, понятная функция. Антисон. Меня, кстати, часто спрашивали, что такое антисон и не понимали, как это работает. Все предельно просто. Антисон – это функция, которая заставляет что-нибудь сделать водителя, а в данном случае нажать на какую-то клавишу, для того, чтобы подтвердить, что он не спит. Например, вы едете в дальнюю дорогу, вы боитесь, что вы уяснете, вы включаете эту функцию. И на протяжении какого-то времени, через какой-то промежуток, устройство будет просить совершить действие в плане нажатия кнопки. Подтвердить, что вы не спите. Тем самым вы увеличите свою безопасность. Едем дальше. Калибровка скорости. Если у вас, например, нештатные колеса, которые не сопоставимы с вашим спидометром, если у вас некорректно вообще отображает скорость, или вы заметили какие-то неточности, вы можете откалибровать здесь скорость по GPS. Здесь стоит плюс 3%. В целом это нормальный показатель, не рекомендую его менять. Но если вы заметили, что есть какие-то несовпадения, то немножко поимпровизируйте, посмотрите, что вам лучше подойдет. Так, дальше максимальная скорость. Ну, тоже пункт очевидный. Если вы выберете, например, 140 км в час, то выше этой скорости будет предупреждение, что вы нарушаете вашу максимальную скорость, и вам рекомендуется притормозить. Я вообще быстро не езжу и трассу не люблю, поэтому функция у меня данная выключена. Следующий пункт это превышение скорости. Тоже пункт вполне логичный и понятный. Он говорит о том, что на какое количество километров вы должны превысить скорость, чтобы устройство предупредило вас о том, что вы нарушаете. И базовый отстоит 19 км в час. Собственно, нештрафуемый лимит в России на текущий момент. Но если вы прям четко придерживаетесь правил, то не вопрос, можете поставить здесь 10 км в час или даже 0, и выставить то, что вам комфортно, если вам так нужно. Также важный момент, если вы что-то намудрили или переживаете, есть пункт сбросить настройки, нажимаете, и все сбрасывается на заводские настройки, и все вернется. Так что не переживайте, поэкспериментировайте, если вы хотите. Ладно, едем дальше. Страна. Страна России, Казахстан, Узбекистан. На данный момент есть три выбора региона. Обязательно рекомендую выбрать, не игнорировать этот пункт, по умолчанию выбрана Россия, но если вы проживаете в Казахстане или Узбекистане, поставьте ту страну, потому что разные диапазоны работают. Например, в России не применяется КА-диапазон, при этом в других странах, например, он применяется. Поэтому рекомендую правильно и корректно выбрать страну. В нашем случае это Россия. Следом идут у нас режимы радара. Трасса, Тихий город, Мега-Из, Город, Турбо и Смарт. Я чаще всего езжу в режиме Смарт. Это как таковой умный режим. Этот умный режим работает и в плане GPS-информера, и в плане радар-детектора. И он автоматически от вашей скорости переключает тот или иной режим. Соответственно, если вы разогнались, он понимает, что вы едете на трассе, по GPS скорость высокая, и он включит режим трассы. Соответственно, само устройство будет более чувствительным, включатся дополнительные диапазоны, улучшится сама по себе работа радара. Но могут появиться ложные срабатывания некоторые. Это не страшно, это нормальная практика для устройств. Сейчас на экране вы увидите табличку, что обозначает каждый режим, что он из себя представляет, и какие диапазоны включены в том или ином режиме. Можете выбрать на ваше усмотрение, что вам нужно. Но я рекомендую использовать умный режим Смарт. Как правило, он работает хорошо, и проблем никаких не возникает. Дальше автоотключение звука радарной части и автоотключение звука GPS. Это пункт, который отключает лишние звуковые оповещения до определенной скорости. В нашем случае о включении звука радарной части 40 км в час. Также есть огромное количество звуков, диапазонов X, K, KA диапазон. Ну, выбирайте звуки, тут я ничего вам не подскажу. То, что вам приятнее, и то, что вы лучше воспринимаете на свой слух. Следом настройка самих диапазонов. Включение и выключение. X диапазон по умолчанию выключен. KA диапазон по умолчанию включен, потому что он часто используется во всех современных радарах. KA диапазон по умолчанию выключен именно в российском регионе. Это стоит базово, когда вы выберете Россию. И включать его нет смысла, потому что в таком диапазоне ничего у нас не работает. Стрелка, соответственно, у нас включена. Все логично. Дальше лазер. Лазер включен. Тоже рекомендую его включать. И дальше фильтрация лазера тоже включена, чтобы было меньше ложных срабатываний, каких-то шумов. Функция хорошо. И самый важный момент – это сигнатура. Сигнатура, определение цифровой подписи. Обязательно включаем этот факт. По сигнатуре определяется большинство современных радаров. Робот тоже включаем. Чувствительность лазера высокая. Тоже рекомендую ставить высокую. Чувствительность KA диапазона тоже высокая. Просто в необходимых режимах он просто выключится и все. Но лучше оставлять высокой. Следом у нас идет фильтр X сигнатур. Рекомендую его выставлять в режим Smart. Это умный режим, опять-таки. И он автоматически будет фильтровать все это дело. Не выдавать лишнего. В общем, все хорошо. По этому поводу переживать не стоит. И также вы можете настраивать сигнатуру для каждого из режимов в отдельности. Дальше у нас база камер GPS. Вы можете ее либо включить, либо выключить. И я крайне рекомендую ее оставлять включенной. Потому что есть малошумные, маломощные радары, которые вообще не имеют никаких излучений. И радар-детектор его, в принципе, поймать не может. И база камер в этом случае действительно нам поможет. И покажет, что здесь есть какая-то камера, которая, в принципе, не может засветиться у обычного радар-детектора. Следом мы можем включать или выключать отображение именно по GPS тех или иных угроз. Например, нужно ли нам, чтобы по GPS нас предупреждали о посте ДПС. Например, мне не нужно. Следом муляжей. У меня, кстати, в городе их достаточно много. У меня включено. И меня предупреждают, что тут стоит муляж. Контроль светофора, то есть стоп-линии. Мобильные засады. Все это относится к GPS. Следом платон. Платон действует для грузовых автомобилей. И я его отключаю, потому что на грузовых вообще не езжу. Зачем мне нужны лишние какие-то оповещения о том, что мне вообще никак не грозит. Автобусная полоса, контроль остановки, пешеходный переход. Все это должно быть включено, либо выключено. С точки зрения вашей необходимости именно оповещения по GPS. Это не настройка именно радарной части. Следом у нас идет смарт-отключение радарной части и каждого режима в отдельности. То есть на какой скорости включится тот или иной режим. Например, смарт-трасса. Это 80 км в час. Если ваша скорость будет более 80, у вас автоматически включится режим трасса. Также режим турбо. Это 110 км в час. И режим город. Это 60 км в час. Тут все расставлено вполне логично. Если хотите, можете поправить. Я в этом не вижу никаких необходимых потребностей. Ну, собственно, и все. Мы уже дошли обратно до тех пунктов, про которые рассказали. Надеюсь, что устройство у вас получилось без проблем затестировать, настроить. И вас все устраивает. Если у вас остались какие-то вопросы о том, как корректно настроить, или какой-то пункт вам оказался непонятен, хотя в целом здесь все просто, пишите ваше мнение в комментариях, подписывайтесь на канал. Впереди достаточно много полезных видео.